Добрый день, дорогие ребята! Тема нашего занятия – деньги и их значения. Что же такое деньги и зачем они нам нужны? Неужели это тюркское слово? Или же оно все-таки имеет русские корни, а значит глубинные смыслы? Попытаемся сегодня в этом разобраться. Самая распространенная версия, что слово деньги к нам пришло из восточных языков. Татарского слова «тенке», монгольского «тенге» и национальной валюты Казахстана «тенге». Конечно, все эти слова созвучны словом «деньги», однако нужно обратить внимание на первую букву. В этих во всех словах первая буква «т», а в слове «деньги» первая буква «д». На это как раз-таки обратим внимание. Буква «д», в отличие от буквы «т», звонкая. А что делают деньги, когда падают? Звенят. День-день. Вот от этого и произошло это слово. Итак, зачем же нам деньги? Как известно, деньги выполняют роль посредника при обмене людьми различными товарами и услугами. То есть деньги – это универсальный эквивалент стоимости товаров и услуг. Как же мы в нашей жизни используем деньги? Мы используем их как меру стоимости, как средство обращения, как средство платежа. Средство сбережения и накопления. И, конечно же, как мировые деньги. Рассмотрим поподробнее. Подобно тому, как расстояние измеряется в метрах и километрах, деньги помогают выразить стоимость товаров и услуг в денежных единицах. Например, стоимость одного горшка с цветком равна 100 рублям, одной пары сапог – 300 рублям, одного стола – 500 рублям и так далее. То есть как мера стоимости, деньги измеряют стоимость любого товара и услуги. У каждого товара, ребята, есть своя цена. Цена – это количество денег, в обмен на которые продавец готов продать и передать товар или оказать услугу. Средство обращения. Здесь деньги выступают посредником при обмене товаров и услуг, обеспечивая таким образом обращение товаров на рынке. Помните нашего путешественника, которому понадобилась лодка? Хозяин лодки потребовал в качестве оплаты слоновую кость, которой у него не было, но она была у Магомета, который хотел получить в обмен на кость сукну. Саму сукну удалось найти только у третьего продавца, у которого путешественник выменял его на медную проволоку. Затем хозяин сукна передал его Магомету, а он уже передал слоновую кость хозяину лодки. И только тогда наш с вами знакомый получил лодку. Согласитесь, довольно сложный процесс, поэтому люди пришли к выводу, что можно ввести в использовании некоторые предметы, которые будут служить посредникам в обмене. Средства платежа. Эту функцию деньги выполняют в случае выплаты заработной платы, продажи или покупки товаров в кредит или при оплате коммунальных услуг. Например, ваши родители получают заработную плату. В мае они получили за апрель, а в июне получили за май и так далее. Это так называемый отсрочный обмен. Ваши родители работают сегодня, чтобы получить заработную плату завтра. Средства сбережения и накопления. Например, у многих из вас есть копилки, в которых вы собираете деньги. С этого момента деньги выступают в виде запаса ценностей, то есть ваших личных сбережений и накоплений. Проще говоря, ребята, ваших личных сокровищ, таких как у настоящих пиратов. Мировые деньги. В первую очередь это ведущие национальные валюты. Может вы слышали, ребята, доллар США, китайский юань, японская иена, фунт стерлингов. Все это и есть мировые деньги. Мировые деньги, ребята, выступают как международное платежное средство и выполняют функцию при предоставлении и погашении международных кредитов, оплате различных товаров и услуг на мировом рынке и так далее.